приветствую вас друзья значит сегодня у нас очередной обзор очередного видеорегистратора сайта алиэкспресс от фирмы карадар карадар c15 по моему так его позиционирует продавец скрываем вот эти все стикеры друзья они у меня были все целые скрывала их сам следовательно коробочку нашим никто после выпуска из производства не открывал и так давайте я все-таки покажу вот как это все дело у нас выглядит упаковано все отлично я уже конечно это все дело тестировал все распаковал вот наш маленький малыш регистратор так и здесь у нас друзья лежит кабель соответственно скрепление было все красиво культурно сложено уложено но я уже тестировал все здесь по разбирал вот наш кронштейн и нас друзья кабель кабель порядка трех метров значит подключение идет вот таким вот адаптером и микро юсби не знаю почему они не сделали мини юсби ну да ладно давайте пройдемся по устройству устройство друзья имеет съемный держатель который крепится на магнитах есть у нас три контакта и очень удобно это все дело у нас хоп и он присосался сам вообще настолько удобно сделано и вот смотрите его хоть трещи хоть не знаю на самолете его бросай она никогда не отклеится жестко крепко очень держится значит крепится на 3м двухстороннем скотче по верху заводского скотча я наклеил дабы товарищу не испортить заводской скотч я наклеил свой скотч вот таким образом соответственно и тестировал вот из минусов я отмечу ну минус я отмечу в конце видео но скажу тоже что есть вот видите невозможность повернуть из-за проходящего кабеля соответственно к магнитному креплению невозможность повернуть на большой угол значит нашей нашем крепление имеется микро юсби гнездо для подключения питания также у нас друзья гнездо имеется и и здесь для подключения компьютеру в нашем держателе вот вот эта вот штука это не что иное как gps антенна так теперь пройдемся по внешнему виду значит имеется у нас такой вот дисплей на полтора дюйма друзья маленький имеется соответственно линза все это дело было закрыто защитными пленками для тестирования все это дело поснимал значит на борту мы имеем друзья 5 кнопок две кнопочки вверх-вниз для перелистывания настроек для подтверждения окей кнопочка включения выключения и кнопочка меню эта же кнопочка друзья у нас является и кнопкой фотографирования в прекратком нажатии большим огромным плюсом так дайте мне положить белую коробочку какую-нибудь сюда являются такие вот друзья большущие металлические решетки которые видите сами насквозь просто насквозь продуваются и тем самым способствуют просто шикарному охлаждению нашего прибора здесь у нас дырочка 1 и дырочка 2 одна из них получается микрофон 1 reset на заводские настройки что где друзья не знаю смотрите сами не дай бог конечно это пригодится так слот под карту памяти картой памяти как вы видите я уже оснастил данный приборчик и здесь у нас установлен динамик динамик друзья конечно же не такой большой как здесь это все дело спозиционировано там динамик намного меньше так как глазом видно что-то там просвечивается так вот по устройству все я думаю давайте быстро переходить к тестированию вернее не к тестированию так и настройкам данного девайса для этого мы берем наш кабелек соответственно подключаем в гнездо в нашу антенну в наш держатель вот так это выглядит все и будем использовать всем вам известный мой лабораторный блок питания для подключения нашего регистратора и так включаем у нас есть бортовая сеть значит включаем плюс так давайте я переверну чтобы вы видели момент запуска хотя бы так как-то вот так и и имитируем заводку автомобиля друзья подключаем минус вот наш приборчик завелся значит на дисплее мы можем смотреть то есть поток потребления две десятых ампера и соответственно мощность 2 и 7-3 ватта то есть очень все дело по минимуму друзья как вы можете видеть меня уже идет запись вам предупреждение при первом вложении карты у меня прописала опять же вставь карту я туда я сюда потом догадался короче включил форматировать карту на настройках отформатировал и все поехало все шикарно поэтому имейте это в виду значит кнопочка включения во время видеозаписи кратковременным нажатием у нас делает фотографии надеюсь вам было слышно так для того чтобы перейти в меню нам нужно сразу остановить запись останавливаем кнопочкой окей остановили и теперь нажимаем меню и поехали по меню друзья значит разрешение видео включаем смотрим full hd 30 кадров в секунду и hd 30 кадров в секунду конечно же full hd ухты конечно же full hd 30 кадров в секунду циклическая запись я поставил две минуты а у нас можем поставить 351 и 2 пускай стоит 2 экспо коррекция ну я думаю всем понятно останавливаться на этом я не буду чувствительность же сенсора всегда везде ставлю низкую либо выключаю в этом случае я поставил друзья низкую все отлично работает на хлопки дверей не реагирует все отлично но если вы поставите более высокую чувствительность то у вас соответственно будет наш регистратор реагировать g-сенсор реагировать на всякие там удары все это дело записывать в нестираемую область регистратора тем самым заполнять карту и снижать полезный объем датчик движения мы можем включить выключить я в данный момент выключил значит у кого остается питание после глушения двигателя на прикуриватель можете в ночной режим там на парковке датчик движения включать и тем самым вас будет как бы организован режим парковки так что там пропустили отключение экрана эта функция энергосбережения мы можем ее выключить либо включить чтобы через 10 секунд через 15 секунд через 30 минута 3 и через 5 наш дисплей просто потух но все останется в рабочем положении я для тестирования выключил язык мы имеем на борту русский английский звук ухты английский переключил ты смотри так русский громкость мы можем увеличить и уменьшать вот выключить вообще либо 76 ну да нуля оставляем на максималке микрофон можем друзья включить и выключить конечно же включая ну кому как частота сети у нас 50 герц включаем 50 имеем 60 так часовой пояс gmt плюс 30 у кого другой смотрите ставьте другой принципе при подключении спутников это все дело должно быть автоматом настройка времени время друзья ничего никак не ставил вот у нас стоит сегодняшняя дата и время поэтому то все дело установилась автоматом препод при нахождении спутников как переключаться и соответственно устанавливается вот форматирование карты памяти думаю здесь понятно настройки по умолчанию можем сбросить тоже думаю понятно версия по давайте смотреть у нас хардвар 1 и 1 и что у нас еще есть gps статус вот у нас даже под крышей металлической у нас нашлись спутнички друзья так еще отсюда выходим переходим в другие настройки настройки gps вот у нас gps мы можем соответственно включить выключить моем случае включено превышение скорости друзья я установил на 5 километров в беларуси у нас 10 допускается в россии знаю 20 ну а вы ставьте кто как хочет 40 30 20 видите 15 10 5 и выключить ну пускай стоит опять же меня 5 километров голос можем включить выключить то есть подсказки голосовые тихий режим можем тоже включить выключить деморежим можем включить выключить ну деморежим это будет образцы с голосом давайте включу продемонстрирую ну вот как то так это все дело происходит поэтому выключаем его и все друзья на этом на этом у нас настройками все выходим из настроек и автоматически через некоторое время у нас включится запись вот видите и пошла запись дальше я по данному приборчику все расскажу уже наверно из машины так и глушим автомобиль смотрим что у нас произойдет такая надпись переходим машину всем привет ребята еще раз сейчас хочу упомянуть о некоторых минусах таких кому значительные кому незначительно данного видеорегистратора значит первым минусом допустим для меня является то то что мы наш регистратор не можем повернуть больше чем тут на пару градусов вот тем самым мы не сможем повернуть данный регистратор не будто на инспектора будет она какой-нибудь там событие на дороге которая происходит слева либо справа точно так же как мы не можем этот регистратор быстро снять и хотя бы в руках этот материал отснять потому как у нас он держится на соответственно 3м скотча двухсторонним вторым минусом хотя он и минус и не но давайте упомянем наличие маленького дисплея полтора дюйма всего лишь но с другой стороны друзья что нам смотреть за рулем в этот дисплей мы видим больше за рулем чем в этом дисплее на дисплее нам нужно всего лишь контролировать идет ли у нас запись что соответственно прекрасно видно даже если видит не знаю то этот маленький дисплей поместит на заднее стекло и таким третьим минусом хочу отметить но он тоже как бы кому как вот это невозможность просмотра отснятого материала на самом непосредственно регистраторе ну вот как бы с минусами все сейчас вы посмотрите два файла о рабочий gps информатора то есть как это все происходит в первом файле я подъезжаю к радару на ограниченной скорости то есть если у нас стоит ограничение 50 я там около 50 и подъезжаю вот он мне там перед радаром начинает кричать что радар 50 осторожно и все дела значит на втором файле я подъезжаю к радару уже нарушая прямо перед радаром скоростной режим то есть у нас стоит 50 а я там 60 с чем-то и вот этот малыш мне к приятным таким женским голосом говорит что вы нарушаете там снести скорость вот мне кстати понравилось с другой стороны gps информатор мы можем использовать точно также из мобильного телефона вот мобильном телефоне наверное то даже все организовано немножко лучше но опять же это все дело перекрывается тем моем понимании что раз здесь предусмотрено это все есть это в принципе работает работает адекватно в принципе как во всех видеорегистраторах или комбо устройствах то зачем париться нам доставать мобильный телефон садись ним аккумулятор все время по дороге селепиться в этот телефон когда мы можем слушать наш информатор вот в моем городе я специально ездил нарушая скоростной режим там на пару километров я выставил пять километров он в моем городе молчал в больших городах если нарушаешь он у нас соответственно кричит то есть все отлично вот ну и далее вы посмотрите два образца соответственно видеозаписи этот день которая все шикарно все отлично зовут записывает записывает в формате full hd и записывает в hd то есть я приложу full hd 30 кадров в секунду все шикарно записывает днем то есть на паузе останавливаем все номера читаются номера читаются даже когда я еду допустим не помню сколько там 100 километров навстречу и машина мне допустим там 60 70 80 то есть номера идеально читаются вот но а ночной съемки меня друзья как всегда как всегда меня это долбанно извините за выражение а термальное стекло вот эти вот полоски и спиральки и все это дело у нас превращают в мутный шарик и все видеофайлы ночной съемки у меня как бы оставляют желать лучшего может быть у кого простое стекло там и чистое стекло и это все будет дело лучше вот я не хочу заморачиваться друзья искать там стороннюю машину хотя машин могу взять море но хочу показывать так как это есть именно с моими глазами грубо говоря из моего автомобиля вы уж извините никакие образцы файлов на облако я не выбрасываю я просто не вижу в этом смысла если бы было плохо дневная съемка я бы так и сказал ерунда но раз она все отлично значит все отлично поэтому как-то друзья так на этом я хочу с вами проститься приборчик друзья маленькие компактные если за повесить за его за зеркало вообще не заметен то есть шикарно из большого плюса это большие у нас решетки которые насквозь продуваются в принципе он не греется вот если постоит на солнце соответственно это все дело у нас нагревается все друзья всем спасибо за просмотр ссылочка как всегда внизу в описании под видео переходите смотрите на на сей момент стоимость и т.д. и т.п. регистратор по моему называется карадар c15 как-то так его позиционирует продавец все всем чао и и и и и Внимание! Снижайте скорость! Внимание! Снижайте скорость! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...